Акиматы ряда регионов страны срывают сроки реализации крупных проектов по программе Нурлыжол. Сегодня об этом в ходе селекторного совещания в правительстве заявил министр национальной экономики Ербулат Дусаев. Так, например, по информации главы ведомства, в Акмолинской области неоднократно отменялись конкурсные процедуры по строительству центральной котельной с тепловыми сетями в городе Ессель. На реализацию проекта было перечислено порядка двух миллиардов тенге. Из-за прогнозируемого срыва половину суммы пришлось перераспределить на другие цели. А вот остальная часть денег используется не по назначению в связи с судебными разбирательствами. Таких примеров на совещании министр привел массу и отметил, что связано это с неэффективным планированием и низким качеством строительно-монтажных работ. Отмечу, что на реализацию программы Нурлыжол в этом году выделено 770 миллиардов тенге и на сегодняшний день средства освоены на 68%. Низкое освоение отмечается в Акмолинской 57%, в Павадарской 66%, в Кустанайской 40% в областях, в городах Алматы и Астана 43% и 13%. Это в первую очередь связано с поздними сроками проведения конкурсных процедур. Это Восточно-Казахстанская, Павадарская, Кустанайская области и город Астана. И их отменой, это соответствующими решениями полномочий на государственных органов, это Акмолинская, Павадарская и Активинская области. И вопросы несвоевременным подписанием актов выполненных работ. Также Дусаев проинформировал главу Кабмина о том, что в рамках программы в этом году на строительство жилых домов и инженерных сетей выделено 140 миллиардов тенге. Здесь тоже есть неосвоенные средства, а в некоторых городах срываются сроки сдачи арендного жилья. Происходит это, по мнению министра, из-за несогласованных действий холдинга «Байтирек» и казахстанской ипотечной компании с местными исполнительными органами. Такая ситуация у нас сложилась в Петропавловске, североказахстанской области. Когда вначале было определено строительство этих двух домов с подведением инженерной коммуникационной инфраструктуры, далее по предложению были перенесены на другие участки. На сегодня 115 миллионов тенге, они останутся в этом году неосвоенными в связи с переносом строительства домов с места в другое место. На развитие инфраструктуры в сфере образования в рамках Нур-Лэжо в этом году выделено более 35 миллиардов тенге. На эти деньги осуществляется строительство 51 объекта, 34 школ и 17 детских садов. Но, по словам министра образования и науки Аслана Саринджипова, этого недостаточно, чтобы решить проблему трехсменного обучения в стране. На селекторе главный педагог страны попросил главу Кабмина Карима Масимова выделить дополнительные средства из тех секторов экономики, где они не осваиваются. Всего, по расчетам министра, необходимо 40 миллиардов тенге. У нас больших объектов, порядка 40 остается. Это все вместе трехсменные аварийные, в основном на юге. И мы этот вопрос поднимаем, чтобы этот вопрос до конца 2017 года, как президент поручил, нам нужны дополнительные средства. Продолжение следует...